Всем привет! Это Асатур и вы на канале Асатур Ревью. Сегодня у нас презентация четвертой серии по многочисленным просьбам. Это купе. Чуть позже также будет Гранд Купе, поэтому можете следить. И кому интересен тот или иной кузов, вот оба варианта вы увидите. Значит, конкретно данная машина 420 дизель на заднем приводе, цвет Снеппер Рокс, синий, комплектация Спортлайн. Соответственно, линия отделки внешней, это тоже Спортлайн. Интерьер здесь темного цвета, обивка тканевая. Чуть позже покажу, что из себя представляют. В целом, для версии Спорт, Спортлайн, ткань хоть и звучит, наверное, не совсем премиально, но очень удобная обивка, цепкая, комфортная летом и зимой. Внешне автомобиль стоит на 18 колесах. Колеса довольно красивые. Дизайн, по-моему, 395. Пятиконечная звезда. Чем-то похожа на колеса М-стиле, но чуть, наверное, визуально проще. Размерность спереди 225х45х18. Без датчиков давления в шинах, то есть только через датчики АБС, он может вам сообщать о том, что колесо проколото. Сзади тоже самое 225х45х18, соответственно, с поиском, подбором зимней резины на эти колеса у вас проблем будет уж точно меньше. Передний бампер версии Спортлайн не имеет какой-то огромного воздухозаборника по центру. Он такой практически нивелированный за счет большого количества горизонтальных ламелей. Визуально себя не выдает, хотя на самом деле там все равно воздуховоды есть. А вот по бокам идет расширение таких фальш воздуховодов. То есть там ничего нет, никаких воздуховодов. Это просто дизайнерский элемент, окантованный черным глянцем. То есть он, получается, сверху загибается, проходит по низу бампера и через центр возвращается на следующую сторону. В целом дизайн Спортлайн версии мне очень нравится, даже, объективно говоря, не меньше, чем автомобили в М-пакете. Фары. Фары в базе идут светодиодные. У всех четверо купе. Выглядят они как ксенон на дорестайлинге, но это светодиоды. То есть основной блок света идет светодиодный. Горят только крайние блоки. Ну и кольца ходовых огней, они имеют круглые сечения. Если же вы берете фары адаптивные, опционально заказываете, то у вас сами кольца становятся уже не кольцами, а непосредственно такими хрусталиками широкими. И вместо линзы появляется поперечина. Эта поперечина в первую очередь говорит о том, что фары адаптивно-диодные. Тогда светятся оба блока и ближний и внешний поворотник становится вытянутым во всю длину фары, а не сбоку, как здесь. И добавляется секция подсветки поворотов на малых скоростях в уголках. В туманке даже в этом автомобиле светодиодные. Соответственно, не будет какого-то разнотона с основным блоком света. И сверху и снизу у вас будет белый симпатичный свет. Решетка радиатора идет спортивная. Она имеет внешнюю оконтовку хром. Центральные плашки расставлены широко друг от друга, но они черные и глянцевые. Цвет Sniper Rocks многим будет интересен. Он чем-то похож на автомобили M-серии. У них есть цвет Long Beach. Но оттенок здесь слегка другой. Такой более лазурный. Красивый очень на самом деле. Свежий цвет он появился недавно, относительно, там несколько лет назад. И понемногу на некоторые модели переходят. В том числе даже нынешняя M5, новая M5 имеет такую расцветку в своей палитре. На крыльях есть жабры. Раньше они были настоящие. И тот воздух, который выходил непосредственно с переднего бампера, проходил через колесные арки, через тормозные системы, механизмы и выходил через эти самые жабры. Но в четверках, видимо, либо были какие-то нарекания, либо просто, сами же поняли, что это особо-то и ненужный элемент, относительно недавно сделали просто глухие заглушки. То есть теперь через них воздух не проходит. Так как автомобиль не в M-пакете, пороги обычные, они плоские, в M-пакете идут такие слегка выпирающие элементы в виде крылышек. И окантовка окон идет просто черная, матовая, никакого глянца, кроме вот этой центральной плашки. Все полностью черный мат. Сзади светодиодные фонари обновленного дизайна, тоже L-образные. Никак они не отличаются ни у топовых, ни у стандартных фар. То есть дизайн будет всегда один именно в задней части автомобиля. И вставка в заднем бампере черная глянцевая, состыкованная с катафотами, черные патрубки сдвоенные, только с одной стороны. Это вот отличительная особенность Sportline. То есть если черный глянец и не обычный бампер, то это версия Sportline. По внешности, я думаю, что достаточно. Если мы говорим про элемент дизайна, который лично мне в этом автомобиле нравится, то я отмечу, пожалуй, линию крыши. Вот эта задняя стойка, там без гип-хофт-мастера. По сравнению с предыдущим автомобилем, который назывался 3-я серия купе в кузове Е-92, этот элемент, вот этот элемент, он стал тоньше, стал более вытянутым, смещенным к кромке багажника. И визуально смотрится как-то аккуратнее, что ли. Немножко даже есть отсылка к 8-й серии 90-х годов, к той самой старой восьмерке. Может быть, даже к 6-й серии кто-то может отметить. То есть вот тонкая задняя стойка мне лично в этом автомобиле очень нравится. Ну и колесные арки. Они здесь намного шире, чем у тройки. На многое, конечно, понятие весьма условное, но видно, что сзади именно арки, они дутые. И в принципе задняя часть автомобиля, она шире, чем просто у троек. Поэтому если спереди еще их можно между собой как-то спутать, тройку F-30 и четверку, то сзади нет, сзади маловероятно, если только совсем прям не выглядываться. Двери, естественно, без рамок. Двери очень большие, длинные. И это и плюс, и минус этого автомобиля. Минус в плане парковки. Конечно, такие огромные двери, они выступают более чем на метр за пределы автомобиля. С ними надо быть аккуратнее, чтобы не задеть соседей, чтобы вас не задели. Но в плане обзорности, то, что у вас центральная стойка смещена сильно назад от головы водителя, это большой плюс, когда вы сидите за рулем. Она вам не мешает, не мелькает. Поэтому обзорность по бокам лучше. Контроль по локтям, так условно говоря, тоже здесь будет выше. И ездить активно, спортивно будет на этой машине проще. По салону. Вот та самая тканевая обивка. По бокам идет просто ткань. Плотная, хорошая, но обычная ткань. Центральные вставки погрубее материал, то есть он более износоустойчивый, я так полагаю. Он имеет крупнее структуру, нежели вот эти боковые вставки. Но удобно, комфортно именно в плане того, как вы сидите, вам и летом не жарко, и зимой будет не холодно. Визуально, конечно, да, смотрится попроще, чем если была бы кожная обивка, либо хотя бы алькантара. Но учитывая, какой сейчас дефицит алькантары, здесь бы мы ее, в принципе, никак не увидели. Регулировки механические. С одной стороны, это минус, потому что автомобиль стоимость по 3 миллиона. Теоретически предполагает такие удобства, как электроприводы сидений. С другой стороны, машина эгоиста. Вряд ли это та машина, на которой вы постоянно будете меняться с супругой, сами за руль, на следующий день жена. И постоянно придется менять эти регулировки. Поэтому, как правило, ездит кто-то один, он настроился и больше их не трогает, либо там время от времени просто их корректирует. А вот сами настройки здесь довольно обширные, потому что регулируется и наклон вот этим рычажком, наклон подушки. Можно выдвинуть коленную опору, можно зажать боковую поддержку. Ну, естественно, высота, наклон спинки, тут бессмысленно говорить, это все есть. И подголовник имеет также возможность поменять угол наклона. Поэтому, в целом, сами сидения по профилю удобные, держат хорошо, имеют множество регулировок и к ним вопросов нет. Это большой плюс, спортсидения, 4 серия и во многих других сериях это, на мой взгляд, всегда благо. По материалам отделки сверху идет пластик, хороший мягкий пластик. Далее, нижняя часть, вся целиком, тоже сделана из аналогичного хорошего мягкого проминаемого пластика. Подлокотник, скорее всего, но даже это не кожзам, это тоже, скорее всего, пластмасса. Сверху чуть мягче, там, где локоть у вас попадает, боковинки уже пожестче. Ну и внутренние вставки, такая же ткань, как и по центру сидения. Здесь все идентично. Окантовка идет черный глянец, под ней спрятана подсветка диодная, там белая, либо рыжая. Например, непосредственно сами планки интерьера идет алюминий шлифованный, вот с таким дизайном рельефным. То же самое проходит дальше по торпедо. Верх торпедо здесь пластиковый, имеет имитацию строчки. Это нитки, это не пластик под нитки, но так или иначе эти нитки проходят по пластмассе, не по коже. Опционально бывает кожаная торпеда, но это очень редкая опция, и как-то в четверке вы ее практически никогда не встретите, потому что никто ее не заказывает. Я думаю, что просто она здесь, наверное, и по классу не нужна, во всяком случае, в этом поколении. В следующем все-таки хотелось бы видеть отделку такую чаще. Низ торпеда из мягкого пластика, а вот центральный тоннель, вот здесь, вот в этих местах, уже идет грубоватая жесткая пластмасса. С другой стороны, вы ее редко когда касаетесь, поэтому сильно на это акцентировать внимание тоже, наверное, не стоит. Рулевое колесо обычное, спортивное. Из плюсов кожа гладкая, волк на по, не такая грубая, как была на дорестайлингах, к примеру, там она была фактурная. Вот, есть красная нитка, строчка по рулю. Это особенный спортлайн, у него, как правило, всегда будет данная красная нитка. Отдельно, если вы заказывали автомобиль под себя, вы могли выбрать руль без красной строчки, она была бы черная. Либо, на мой взгляд, самый классный руль, это индивидуал. Здесь добавляется плашечка индивидуал. Вот этот пластик становится обшит тоже кожей волк на по гладкой. И сам руль толще, то есть руль по ободу, как М-руль. Подушка остается обычная по форме, но толщина обода становится больше, поэтому держаться за него удобнее. И такой противогонный вариант, никто не будет вам бить стекло, чтобы украсть этот руль, в отличие от М-очного, но при этом им реально удобно пользоваться. Приборная панель самая обычная, никаких цифровых приборок, никаких расширенных приборных панелей, расширенных экранов здесь нет. То есть маленький экранчик по центру, 4 циферблата, спидометр, тахометр, слева уровень топлива, справа температура двигателя. По центру маленький дисплей, но он цветной, и в целом та информация, которая на него выводится, она вся самая необходимая, ничего лишнего, но и то, что показывает, вам этим удобно пользоваться. И у меня лично вопросов к этой приборке нет. Кроме того, что она смотрится простовато, опционально бывает полностью цифровая. Кроме этого, ну никаких вопросов для этого поколения, думаю, что нормально. В следующем поколении, так же как и на третьей серии, я так предполагаю, будут варианты как стрелочные, так и полностью цифровые, и скорее всего именно дисплей там будет встречаться все-таки чаще. Экран мультимедиа, система обычная, 6,5 дюймов, никаких навигаций здесь нет, жесткого диска для хранения музыки тоже нет, но основной функционал в виде радиус CDMP3, Bluetooth, USB, это все предусмотрено. Графика в стиле NBT EVO, большие кубики, меню простое, интуитивно понятное, на нем зацепиться долго не стоит. Управляется все это либо кнопками на торпедо, либо джойстиком iDrive, который удобно расположен под рукой, коробка не мешает вам пользоваться этим джойстиком, поэтому здесь все привычно для владельцев BMW, и я думаю, что быстро привыкнет новый владелец, кто никогда даже не ездил на BMW, потому что все организовано, крайне понятно. Дисковод убрали, вместо него теперь просто заглушка, есть USB-вход, есть Bluetooth, учитывая, что мало кто сейчас покупает музыку на дисках, это, наверное, своевременное и правильное решение. Ниже блок климата, климат обычный двухзонный, есть регулировка температур слева и справа, но, к сожалению, нет синхронизации, то есть выставить, чтобы у вас одновременно менялась с двух сторон температура, не получится, но вот я думаю, что можно этот момент тоже пережить. Ниже удобная полочка под очки, под какой-либо мелочь, под телефон, два подстаканника, пепельница-прикуриватель, шторка, это все можно прикрыть. Есть небольшой ящик слева под блоком света, он хоть и небольшой, но довольно глубокий. И есть длинные выемки в дверях, под тряпки, под какие-то бумаги, чеки и под бутылки, я думаю, до полутора литров сюда бутылка может поместиться без особых проблем. Подлокотник не сильно вместительный, чисто под всякую мелочевку, здесь же спрятан USB-вход, он один, соответственно, если бы у вас машина была, к примеру, с опцией Apple CarPlay, тогда вот здесь в нижней части под климатом добавился бы еще один, но тут этого нет, поэтому просто один USB в подлокотнике. Сам же подлокотник можно двигать вперед и назад, что большой плюс. У калининградских трешек подлокотник точно такой же, но он не сдвигается, мне лично не очень было комфортно ездить на таких машинах. Здесь же локоть ложится, вот ровно это место, джойстик в руке и вам комфортно и в долгих поездках, и в кратких поездках, вопросов к этому нет. Ручник самый обычный, электромеханический появится только в следующем поколении, пока же, вот классика. Ну и кнопки смены режимов, спорт, комфорт, эко, на подвеску они не влияют, здесь нет адаптивной подвески, тут просто пружинная, но при этом влияют на отзывчивость педали газа, на усилен руле и работу коробки передач. Была бы еще цифровая приборная панель, менялось бы отображение информации на этом самом дисплее, и его графика, и расцветка, но чего нет, того нет. Обзорность, зеркала такие же, как у трешек, вполне себе удобные, к ним быстро привыкаешь, картинка в боковые зеркала визуально кажется меньше, чем то, что вы будете видеть в центральное зеркало. Это особенность всех BMW, я думаю, что некоторых других автомобилей тоже. Зеркала сильно не перекрывают обзор именно через, вот, между стойками, то есть, в принципе, есть такое небольшое окошечко, через которое вы можете увидеть, что там кто-то спрятался. Сами же стойки, ну, средней по толщине, не огромные, но и не сказать, что сильно компактные, то есть, они вот в этом месте достаточно пухлые, толстые. Завалены к вам близко, но прям нет такого ощущения, что они давят на вас и заставляют вас пригибаться. Нет, в целом, сидится комфортно. Сейчас сидение настроено под меня, обзор на экране, то, что я вам показываю, примерно такой же, нам только руль будет мне приподнять. Я вижу капот, я вижу его границы, капот достаточно ровный, но в помощь мне, конечно, имеют спарктроники, передние и задние, и выводят картинку они на центральный дисплей. По заднему стеклу тоже вопросов к обзорности нет, оно не заужено, подголовники особо не мешают, поэтому обзор назад через стекло нормальный, адекватный и вопросов к нему нет. Не совсем люблю садиться на задний ряд в купе, но придется, чтобы показать, насколько он здесь удобен или нет. Во-первых, сидение отодвигается, если у нас механические регулировки, то вот рычаг мы его тянем и продолжаем тянуть, чтобы сдвинуть само сидение вперед. Если же машина с электроприводами, то добавляется тут такая кнопка, то есть мы откинули спинку, а дальше держим кнопку, чтобы электропривод отъехал вперед, либо, к примеру, назад. Вариант механический, он быстрее, то есть отодвинуть сидение можно там в задном движении. С электроприводом, ну, просто может быть чуть удобнее. Пока не залезаем назад, покажу, спинка закрыта пластиковыми щитками. Здесь это прям реально нужная вещь, потому что если водитель будет очень рослый, отодвинется сильно назад к пассажиру, тот, конечно, будет упираться ему ногами в спину. И намного приятнее, когда водителю ничего не мешает, ничего не давит в спину, не упирается в него, нежели когда это все через, там, в других автомобилях, через тканевую кожную обивку прям ему в спину давит. Это некомфортно. Проем для посадки на второй ряд, ну, в целом широкий, то есть за счет того, что дверь длинная, вот как раз тот ее минус, который здесь играет нам плюсом, а в целом сам дверной проем, он практически на уровне подушки дивана. То есть вот тут сантиметров 10, наверное, от двери до подушки вам сильно далеко куда-то заходить не нужно. То есть от вас требуется поставить ногу, пригнуться, достаточно легко зайти на второй ряд. То есть с точки зрения посадки мне сейчас было комфортно, я не могу на что-либо пожаловаться, я сел удобно. И отодвинуть все в то положение, которое было изначально у водителя, сидение это помнит. Соответственно, я сижу передо мной, остается кулак с небольшим запасом. Место для ступней есть, там, в принципе, они нормально под сидение подсовываются. Чуть-чуть упираются в само сидение, но нижняя обивка его, вот здесь нижняя часть, она из мягкого материала сделана специально, чтобы вот вам было комфортно, чтобы вы об жесткий пластик или об металл ногами не цеплялись. Для ступней место есть, единственное, что, конечно, если вот так ноги ставить ровно, то они слегка висят, то есть подушки немного не хватает ее наклона. Если же раскинуть по бокам, то в целом ноги уже ложатся на подушку. До коленей здесь расстояние около пары сантиметров, но тоже сидится удобно. Подлокотники второго ряда компактные, они маленькие, материал такой же плотный, как и спереди. Руки на них ложатся, но не сильно комфортно, то есть что они есть, что их нет, то большого толка от них, конечно, не будет. Сверху все обшито хорошим мягким пластиком, и видим здесь лапки, которые подают ремень. Когда вы дверь открываете, когда водитель садится непосредственно за руль или пассажир правый, то вот отсюда выдвигается такая телескопическая лапка, она поддевает ремень и подтягивает вам его вперед. И держит, пока вы, соответственно, не пристегнетесь. Это очень удобно сделано, потому что на автомобилях двухдверных, у которых центральная стойка смещена сильно назад, если такой вещи нет, вам приходится сильно тянуться. Здесь же предусмотрена эта фишка, эта комфортная штука. Многие начали потом делать аналогичные приспособления. Сзади диван чисто двухместный. На это намекает даже вот эта вот пластиковая ведерка, в которой можно бросить какое-то мелкое барахло, чтобы она сильно здесь не болталась. И намекает формовка. Диван имеет определенную вот такую выемку под вашу пятую точку. Хорошую боковую поддержку. И выдвижной подлокотник. Можно его опустить, поэтому если даже водитель будет как-то уж слишком шалить за рулем, то вам будет в целом сзади сидеться комфортно. Есть подстаканники, есть дефлекторы обдува, есть даже возможность настроить температуру чуть выше, либо холоднее, либо прохладнее сделать. И одна 12-вольтовая розетка, чтобы подключить какой-нибудь гаджет. И он мог у вас заряжаться. Подголовники идут интегрированы. Они здесь никак не вытаскиваются, не убираются. Но при этом сами спинки складываются. То есть при желании можно откинуть только центральную секцию, получить 4 пассажира и груз длинный. Можно полностью спинки сложить. Для автомобиля в кузове купе я считаю, что это большой плюс. Попробуем отсюда выйти, посмотрим, насколько это комфортно. Отодвинулись сиденья, получили максимальный проем. Далее чуть пододвинулись вперед. И можно, в принципе, одну ногу вытащить, сразу на нее встать и выйти. Больших проблем с выходом я не спутывал. Ни за что не держался, никаких ручек на потолке и так далее. Просто спокойно вышел. Поэтому в целом машина хоть и купе, но адекватно приспособлена для повседневной эксплуатации не только для водителей и пассажиров, но и для двух дополнительных пассажиров сзади. Багажник. В этом поколении багажники лишены каких-либо электроприводов. Они появятся только в следующем, как и на новой тройке G20. Поэтому приходится открывать его вручную. Но если вы нажали кнопку разблокировки на брелке, то он за счет того, что сам по себе легкий и подпружинен, он у вас поднимется, откинется. Если только не повесить какие-нибудь тяжеленные рамки. Имейте в виду. Багажный проем примерно такой же, как у любого другого седана. Узкий, достаточно узкий, но при этом какие-либо чемоданы без проблем туда поместятся. Но сам багажник глубокий. На вид здесь, наверное, до 500 литров. Меньше. Ну, я думаю, 450-500 литров. Стенки прямые. Проем багажного отсека не зауженный. Есть даже такая немножко расширенная часть поверху, чтобы можно было какие-нибудь там габаритные предметы просунуть. Ну и, как сказал, они складываются полностью. 40-20-40. Каких-то выступов на полу нет. То есть вот ровный пол, спинки сложились и практически так же у вас этот ровный пол идет дальше. Складываются спинки из багажника вот этими фиксаторами по бокам. Слева и справа. Тут же рядом с ними видны крючки для пакетов. Тоже их две штуки с каждой стороны. Удобная вещь. Покупки. Какую-либо поклажу. Можно за эти крюки зацепить, она не будет болтаться. Есть 12-вольтовая розетка. Есть вот такая сеточка. За которую можно что-либо положить, чтобы она не вываливалась в основной отсек. И здесь небольшой инструментарий. Это баллон, это буксировочный проушный, отвертки. И здесь же может быть болтси крепкой, но конкретно в этом автомобиле нет. Под этой крышкой спрятан аккумулятор. Вот он. Ну и подполье. Крышку пола можно зафиксировать, если вот так доверху его поднять. Здесь есть специальный фиксатор, за которым он цепляется. И непосредственно под полом имеем относительно небольшую выемку для какого-либо мелкого вашего барахла. Плюс в комплекте с автомобилем идет сетка. Вот она. Если мы подполье опускаем, то видим те самые фиксаторы. Их там 6 штук всего по периметру пола. За которую можно эту сетку зацепить и что-либо под нее подсовывать, чтобы она не болталась по багажнику. Знак вареностановки расположен на самой крышке. Соответственно, отсюда вы его можете вытащить. Под капот давайте заглянем, посмотрим, как там все организовано. Два раза подземлили. Далее нам остается его просто поднять. Капот тяжелый, капот стальной. Это вы прям сразу ощущаете. Он увесистый. Опять-таки, автомобили от первой до четвертой серии, как правило, чаще всего сделаны из стали, нежели из алюминия. Потому что алюминий все-таки дороже производства. Стали побюджетнее. Поэтому, чтобы как-то сэкономить на их производстве, используется сталь. Машины подороже. Пятерки, шестерки, семерки, иксы. Многие. Они уже идут с более обширным использованием алюминия в своем изготовлении. Здесь мы видим двигатель. Двухлитровый дизель. Это у нас B47. 190 сил. 400 нм крутящего. Динамика в варианте купе менее 7,5 секунд. Для такого автомобиля городского, я думаю, что это адекватно. Хватает повседневной эксплуатации для нормальной динамики. Для того, чтобы не теряться в потоке, чтобы можно было спокойно уходить на обгоны. Вариант вполне себе отличный. Расход по городу будет около 8 литров, 7-8 литров. По трассе он может укладываться даже до 4,5, но зависит от вашей манеры езды. В целом, в смешанном цикле, наверное, цифра будет от литров 7. Расположение двигателя относительно передней оси. Вот насос. Полностью, практически полностью двигатель смещен в колесную базу. Для купе это крайне важно. То есть, разрисовка, как обычно, 50 на 50. И мы понимаем, что это в том числе благодаря такому расположению двигателя. Здесь же видна грозловина. Омывающая жидкость расположена в целом удобно. Сильно далеко назад не убрана. Единственный минус ее то, что сама жидкость утекает вбок. Поэтому надо заливать жидкость медленно, чтобы она у вас не выливалась. Плюсовая клемма аккумулятора и минус. Они также с этой стороны. Тут же и винномер на вот этой опоре. Двигатель. Двухлитровый дизель, но он относительно шумноват. Конечно, для машин такого класса шумоизоляция 4 серии. На уровне примерно какой тройки, может быть, чуточку лучше. Здесь есть небольшие шумоизолирующие маты спереди и сзади. Под крышкой тоже есть. И подкапотное пространство закрыто шумкой. Но все равно, возможно, кому-то потребуется дополнительное вмешательство и улучшение шумоизоляции. Мое мнение об этой машине. На сегодняшний день она, конечно, доживает свой год, полтора, плюс-минус, вряд ли больше. Уже вовсю обкатывают автомобиль нового поколения. Пока что видел только шпионские фотографии автомобиля кабриолет. Но я думаю, что год, полтора максимум будет обновление в стиле новой тройки. Интерьер, скорее всего, будет вообще один в один. Экстерьер как-то будет, наверное, отличаться. Эту машину хотелось бы отметить в первую очередь за то, что она стала первой в линейке четвертой серии, то есть цифра 4. Впервые появилась непосредственно здесь, на кузове купе. В кузове F32 и последующих F33 кабриолет и F36 Grand Coupe, обзором которого тоже скоро будет. И относительно старого кузова машина сохранила свои какие-то основные черты, основные преимущества по дизайну. Она точно такая же красивая, элегантная, она вместительная, что немаловажно. Потому что в линейке BMW купе это у нас была вторая серия, это четвертая серия, и ранее была шестая, теперь восьмая серия. И самое удивительное то, что наиболее вместительный задний ряд это именно у четверки. А наиболее тесное это у восьмерки. Вы знаете теперь, живите с этим, но вот факт. Если вам нужна более-менее четырехместная машина, но в кузове купе, четверка с этим справляется без проблем. Я туда сел нормально, мне было комфортно, потолок на голову особо не давил, хотя его, если откинуть голову назад, касался. Но все же в такой машине пару сотен километров я бы протянул на заднем ряду. В отличие от восьмерки, где не очень комфортно. И там машина по большей части 2 плюс 2. Здесь же, можно сказать, полноценный четырехместный автомобиль в кузове купе, который может оснащаться полным приводом. Но здесь задний привод для ценителей, это тоже плюс, пока доступна машина на заднем приводе. С отличной развесовкой, с хорошей управляемостью, неплохой шумоизоляцией, но уже по меркам этого класса не выдающейся. С отличной рулежкой, рулится машина так же, как и тройка, так же, как и все соплатформенные с этими кузовами. Очень приятно. Отсутствие полного привода добавляет удовольствие от вождения, потому что у вас нет каких-то паразитных ускорений на руле. Вы не чувствуете при газе, вы не чувствуете, что у вас колеса куда-то в сторону тянут. Она идет четко туда, куда вы направляете, потому что это задний привод. Едут задние, крутятся, поворачивают передние. Это плюс. Ну и, конечно, цена. По современным меркам она вменяемая. Это до 3 миллионов. Просто даже акционная цена менее 3 миллионов. Конкретно эта машина стоит районе 2,8, насколько я помню. Но при наличии кредита, каска, трейды, цифра может еще опуститься. Новое поколение троек по большей части стартует от 3 миллионов. И мы понимаем, что следующая четверка как минимум будет стоить не дешевле. Соответственно, где-то, наверное, сопоставимая стройка комплектации уже где-то 3,3 и выше за 2-литровой версией. Что-то помощнее будет еще дороже. Поэтому, ну, наверное, итоговая разница будет около миллиона. Старый кузов, новый кузов. Имейте в виду, кто рассмотрит покупку купе, до 3 миллионов это вполне себе хороший, повседневный, удобный вариант. Если такая машина интересна, обращайтесь ко мне. Подписывайтесь на мой канал Satur Review. Подписывайтесь на Instagram Satur Best и Satur Price. Пишите замечания и комментарии внизу здесь, под этим видео. И в конце к этому видео, точнее, даже, наверное, к следующему видео, я добавлю ссылку на четверку грамм купе, обзор на который я тоже в скором времени запишу. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok